Добрый день! Май для профсоюзов начался традиционно с празднования Международного Дня Солидарности Трудящихся. Профсоюзные первомайские митинги в Татарстане были самыми многочисленными из мероприятий, проводимых в этот день в республике. Под знамена Первомая вышли 35 тысяч трудящихся, треть из них – представители молодежи. Лозунги Первомая диктовала сама жизнь. Главный из них звучал одинаково для всех трудящихся. Достойный труд – достойная заработная плата. Надо уметь защищать свои права на достойную жизнь. И пусть залогом наших успехов будет единство, солидарность и справедливость. Заканчивается прием работ конкурса на лучшие фото с профсоюзного первомайского митинга. Но у вас есть шанс принять участие в еще одном конкурсе, объявленном Федерацией профсоюзов Республики Татарстан. На лучший сценарий фильма о профсоюзной молодежи. Именно так можно представить жизнь без профсоюза. Людей выгоняют, создают невыносимые условия труда. Профсоюз нам нужен! А жить с профсоюзом намного увереннее. Профсоюз он поможет, примет в свои ряды. О профсоюзе можно петь. И каждый член профсоюза играет свою уникальную роль. Эти занимательные ролики участники смены молодежного профсоюзного актива придумали, сняли и смонтировали буквально за полтора часа. Сами. Это был один из мастер-классов первого молодежного форума Ассоциации профсоюзов оборонного комплекса и машиностроения Республики Татарстан. Он прошел на базе профсоюзной здравницы «Левадия». А вот эти вот форумы, они в принципе позволяют один-два дня полностью отключиться от атмосферы, где ты находишься. Неважно даже, если ты находишься в 100 метрах от дома или от работы, ты уже полностью отключаешься и получаешь такое удовольствие, которое тебе помогает с новыми силами приступить к работе. Такой позитив. Для молодежи четырех отраслей промышленности Татарстана такая совместная учеба проводилась впервые. География участников от Бугульмы до Зеленодольска. Название мероприятия говорит само за себя. Профсоюз, молодежь, инновации. Очень занимательно, интересно, но программа очень насыщенная, дает о себе знать. Ребята уже к вечеру все равно уставшие, но зато полное впечатление, эмоции. Совет Ассоциации молодежи оборонного комплекса и машиностроения создали прямо на мероприятии. Председателем избрали Регину Гаязову. В прошлом году она выиграла конкурс на звание лучшего молодежного профсоюзного лидера Татарстана. Ну и большинство из 80 участников форума – уже состоявшиеся лидеры в молодежных советах своих предприятий. Активисты, они в любом случае должны в обновленном составе проходить вот такие мероприятия. Когда много человек проходит через такие школы, это уже сознание коллектива меняется. В двухдневную насыщенную программу вошли многочисленные тренинги и мастер-классы. Ребята организовывали флешмобы, выступали на сцене и оттачивали ораторское мастерство. Все эти навыки обязательно пригодятся в профсоюзной работе на местах. Мы продолжаем наш рассказ о профсоюзной молодежи предприятия Татарстана. Наш следующий сюжет из нефтяной столицы республики – города Альметьевск. Десять лет назад, когда Рамиль только устраивался работать токарем на Альметьевске трубной, он и не представлял, что жизнь на предприятии может быть настолько интересной. Оказывается, кроме работы на заводе, есть еще и спорт, творчество и туризм. Не говоря уже о карьерном и личностном росте. В случае Рамиля это все благодаря профсоюзу и молодежному совету завода, председателем которого он и является. Лично мне дал, наверное, опыт работы с людьми. Я просто и токарь изначально, а сама работа, посетитель Малюши, она такая вот руководящая. Молодежный совет в Альметьевском трубном заводе создали 4 года назад. Из 350 сотрудников возраста до 35 лет выбрали 9 активистов. Они успешно завлекают остальных на благодатную ниву спорта и творчества. И главное – помогают молодежи адаптироваться на заводе. В КВН, допустим, если выступаем на экстраде, семья помогает, болеет. А в спортивных организациях нередко и семья участвует. Недаром в 2012 году Молодежный совет Альметьевского трубного завода стал лучшим в республике среди промышленных предприятий. У нас сильный Молодежный совет. Ребята те, которые стремятся себя показать, стремятся показать себя не только где-то в общественной работе, но они также хотят, чтобы их на работе тоже как специалисты оценили. Руководство завода говорит, Молодежный совет – это кадровый резерв для предприятия. Люди с активной жизненной позицией всегда добиваются большего. Управляющий директор сам с молодости увлекается спортом и своих заводчан на соревнованиях всегда старается поддержать лично. Это элемент такого создания коллектива, именно вот коллективного какого-то общения, которое, безусловно, дает результат именно взаимодействие в трудовом процессе. Молодежная политика – это раздел коллективного договора Альметьевского трубного завода. В нем есть и поддержка молодых специалистов, и зарплата на конкурентном уровне, и поддержка мероприятий. Ребята поддерживаю всеми силами, по крайней мере, так, чтобы они чувствовали эту поддержку. И сам стараюсь постоянно бывать, и какие-то выездные мероприятия финансируем. Впереди лето, а это туристические походы, соревнования, участие в городских мероприятиях. С Молодежным советом жизнь на заводе действительно бьет ключом. В этом на Альметьевском трубном уверены. Время нашей традиционной рубрики – трудовые династии. У нас семьи, переплетенные как судьбы, говорит Алсу Гайнуддинова, председатель правкома татарстанского предприятия Челнэй Бройлер. Почти половину из двухтысячного коллектива птицефабрики можно отнести к трудовым династиям. Даже если пройтись по нашему кабинету мысленно, я сразу понимаю, что в одном, в другом, в третьем кабинете подряд у нас будут уже семьи. Судьбами спрились они по жизни, и так дружно идут и в дальнейшем, и каждому из них мы рады. К примеру, кассир Филюса Шамсуддинова работает на птицефабрике 11 лет. Здесь трудится ее мама. Здесь же Филюса встретила свою судьбу – мужа Алмаза. Подошла ко мне девушка однажды и сказала, что у нас работает Алмаз, я хочу, чтобы вы как-то подходите друг к другу. Вскоре оказалось, что и свекрой Фрейля Шамсуддинова, и родственники со стороны мужа также работают на птицефабрике. У меня раньше тут дядя работал, он сейчас на пенсии ушел. Я сначала устроилась, потом ее мать у снохи, потом сноха устроилась, потом сына устроили сюда. Начальник Рейли Апы Тимур Хуснулин – тоже представитель трудовой династии. Дед Тимура был основателем набережной Челнинской птицефабрики. Он и принимал Рейли Апу на работу. Тимур часто вспоминает, что после школы выбрал в качестве будущей профессии туризм. Но тяга к птицеводству победила. Я поступил за границу, на Кипр, в институт, учился там почти три года. Потом вернулся сюда, устроился на фабрику и поступил в ветеринарную академию. Работа нравится, работа интересная. Постоянно много нового, много командировок, постоянно обучение. Наша фабрика это дело очень поддерживает. По стопам отца пошел и другой начальник цеха Ильгис Курмашев – городской житель. Он с детства полюбил сельское хозяйство и занимается им в промышленных масштабах. В подконтрольном ему цехе «Д-1» одновременно откармливаются около миллиона голов цыплят. У меня отец основатель Тукаевского района. Он меня с собой брал, ездил с ним по колхозам, по районам. Как-то приобщился к этому делу, мне это нравилось. Дочь Ильгиза Курмашева тоже работает на птицефабрике. Идти по стопам деда и отца – тройная ответственность, говорит Алсу. Но работа ей очень нравится. Стабильность и уверенность в будущем. Замечательный правком у нас есть. Постоянно на конкурсы на какие-то. Везде мы участвуем. Везде это весело, это здорово. Сотрудники «Челны Бройлер» говорят, что их птицефабрика больше, чем семья. Это лучший результат совместной работы профсоюза и руководства. Два века назад французский врач Шевроли утверждал, что труд – есть одно из непременных условий искусства даже и до 100 лет. Мы лишь добавим, что труд должен быть безопасным. И наш следующий сюжет об охране труда. В охране труда важна каждая деталь. Так считает Гульнара Файзулина. Она возглавляет кабинет ультразвуковой диагностики клинического госпиталя МВД Татарстана. Вот уже два года она стоит на защите профессиональных интересов медицинского персонала. Коллеги удивляются, как хрупкой женщине удается гармонично совмещать свою работу и обязанности Уполномоченного по охране труда. Секрет, по мнению нашей героини, прост. Она всегда находит время для тех, кто обратился к ней за помощью. Доверие в таком важном вопросе – самая большая награда для Уполномоченного по охране труда. Стараюсь помочь решать какие-то проблемы, которые возникают по ходу рабочего дня, например. Они в любой момент могут ко мне обращаться. На работе у Гульнары Файзулиной нет ни минутки свободного времени. После трудового дня она спешит на репетицию конкурса «Лучшие уполномоченные по охране труда». В этом Гульнару поддерживают коллеги. Вместе они собираются удивить жюри и продемонстрировать все свои таланты. Участвовать в состязаниях республиканского уровня медикам приходится не впервые. В 2011 году они уже становились одними из лучших. Охрана труда в медицинских учреждениях – вопрос, о котором врачам нужно помнить постоянно. Ведь от соблюдения правил безопасного труда напрямую зависит здоровье тех, кто сам заботится о своих пациентах. На каждого врача разработана инструкция по технике безопасности. Рабочее место медиков должно полностью соответствовать санитарно-техническим и гигиеническим требованиям. Мелочей в этой сфере не бывает. От медицинских инструментов до применения приборов для обеззараживания воздушной среды – все должно быть в идеальном состоянии. Охрана труда направлена на профилактику профессиональных заболеваний и предотвращение этих заболеваний в нашем госпитале. К слову, в России во вредных и неблагоприятных условиях труда заняты сотни тысяч работников здравоохранения. Медики в процессе профессиональной деятельности подвергаются воздействию многих факторов, опасных для здоровья. В конечном итоге от охраны труда работников здравоохранения зависит эффективность их трудовой деятельности, от которой уже зависит здоровье всего населения. О том, как прошел финал четвертого смотра конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан» мы расскажем в нашей следующей программе. А на сегодня все. В жизни и на телеэкраны с вами профсоюзы «Союз сильных». Я рад, что вы знаете. Субтитры создавал DimaTorzok